Девушки отдыхают Фриц Мюллер В телевизионном сериале Комиссар Рекс Смерть школьника Автор сценария Ральф Вернер При участии Петра Хайека и Петра Мозера Не могу представить свою жизнь без тебя Не хотел бы, чтобы ты всегда была со мной Режиссер Петер Карпентер Что случилось? Что с тобой? Так дальше продолжаться не может Дорнер опять пытался меня шантажировать Он не собирается больше терпеть Если я не пересплю с ним Он всем покажет фотографии, на которых мы с тобой Он угрожал, что расскажет всем о наших отношениях Я покончу с этим Каким образом? Вы больше не друзья Будет лучше, если ты не станешь вмешаться Обещай мне, что не будешь вмешаться Я так люблю тебя Я не могу без тебя Нам нужно быть очень осторожными Ну вот, надо же Ну подожди, я тебя поймаю Рекс, ко мне Где же этот пес? Куда он пропал? Сколько можно тебя ждать? Где же он? Хочешь еще погулять? Для этого надо раньше вставать Хорошо, пошли Свинья! Все по местам Что с тобой? Убери свои грязные лапы от Плауди Усек? Не волнуйся, она все равно будет моей Может быть, уверен Ты не тот, кто ей нужен А я могу ей хоть что-то дать Да пошел ты А ну прекратите Скотина, свинья Деритесь в другом месте Только не здесь Ясно? Ну? Куда поедем? Мы никуда не поедем Думаю, ты меня не понимаешь Оставь меня в покое Я тебе заплачу Вот Я тебе их дарю У меня есть и другие Прошу тебя Что из того, что мы немного развлечемся друг с другом? Выходи Выходи Я тебя уломаю Я тебя уломаю Рекс, телефон. Телефон. Надо класть ее рядом с кроватью. Алло, что? Что случилось? Бек, у меня два выходных и хорошо мы приехали. Бек, с подъем. А все потому, что ты всю ночь смотрел телевизор. Убитого зовут Стефан Дорнер, 18 лет. При нем найдены документы. Рабочий обнаружил его рано утром. Привет, Рихард. Предварительно могу сказать, что он умер от ранений в легке. Удар был нанесен сзади. Кроме того, есть ушибы и ссадины. А признаки удушения? Да, они хорошо видны, но это не явилось причиной смерти. Все остальное после вскрытия. Когда вскрытие? У меня еще два трупа. Потерпи немножко. Пока. Итак, не исключено, что преступник выбросил оружие. Поищем. Поискать всегда полезно. Иногда удается что-нибудь найти, да? Рекс, ищи, ищи. Давай, Рекс. Нет, Рекс, галстук новый. Ну что ты меня тянешь? Нет, Рекс, не надо, пожалуйста. Он же новый. Он был новый. Боже мой. Посмотрим, что он там найдет. Ну, я же говорил. Знаешь, Рикард, иногда я спрашиваю себя, зачем мне все это нужно? Спасибо. Эксперты обнаружили, что на ноже были не отпечатки пальцев, а частички от кожаных перчаток. Странно было бы представить, что кто-то оставит на орудии убийства свои отпечатки пальцев. В любом случае, мы можем исходить из того, что это было не убийство с целью ограбления. Все его личные вещи на месте. Такой складной нож можно купить в любом маломальски приличном магазине. Спасибо, Рекс. Здравствуйте. Привет. Я только что был у матери Дорнера. И что? Она особенно не волновалась, что сын не пришел ночевать. Он частенько не ночевал дома. А что еще? Только хорошее. В школе никаких проблем не было. Он был довольно хорошим спортсменом. Парень играл в гандбул. Может, в этом замешаны наркотики? Лео говорит, что до сих пор не найдено никаких следов наркотиков. Возможно, что-то обнаружится при вскрытии. Рекс? Что ты там делаешь? Хочешь меня проверить? Я ко всему готов, ты же знаешь. Я знаю все твои штучки. Не получится, друг мой. Ничего не выйдет. Не выйдет. Что это? Что с моим компьютером? Он не мог сам выключиться. Не может этого быть. Кто-нибудь из вас подходил к нему? Я бы попросил. Спелись. Еще пожалеете, когда меня с вами не будет. Это были личные, интимные отношения, которые стремительно развивались и дарили мне вдохновение, которые приводили меня в то состояние души, из которого и родился образ Вертера. Я жил, любил и очень много страдал. Это было именно так, говорил Гёте Эккерману о своем романе. Любовь Вертера настолько сильна, что для нее не существует никаких законов. Флориан, что побудило Гёте написать этот роман? Гёте? Кто может ответить на этот вопрос? Может быть, это не имеет никакого отношения к школе? Будем надеяться. У меня бы тогда камень из души свалился. Это же катастрофа. И как раз сейчас, за два месяца до экзаменов на аттестат зрелости. Я прошу вас не афишировать эту историю. В 1770 году роман Гёте Эккерман был самым популярным. Сидите. Можно вас? К сожалению, я должен сообщить вам нечто неприятное. Ваш одноклассник, Стефан Дорнер, был убит сегодня ночью. Господа из криминальной полиции хотели бы задать вам пару вопросов. Может быть, у него с кем-нибудь были натянутые отношения? Даже если и были, то я этого не знаю. Но, честно говоря, я не могу себе этого представить. Наркотики. Стефан был спортсменом. Я думаю, он был достаточно умён, чтобы не заниматься этим. У него была девушка? О личной жизни своих учеников я знаю не так уж много. Рихард. Можно тебя на минуту? Я поговорил с учителями, кажется, его все любили. Но кто-то всё-таки его не любит. Да, кое-что есть. После тренировки у него была ссора с неким Томасом Фридманом. Он из того же класса. Томас Фридман. Это я. Он меня несколько раз толкнул во время тренировки. Ребятам показалось, что всё было иначе. Как же? Вы первым затеяли ссору. Может быть. Для меня это было неважно, поэтому я сразу забыл об этом. Вы и часто ссорились с Дорнером? Да. И что? Мы себе одноклассников не выбираем. Вот как. Стефан всегда хотел быть лучше, чем я. Где вы были вчера вечером после тренировки? Почему вы меня спрашиваете? Какой у меня мог быть мотив, чтобы убить Стефана? Вы не могли бы ответить на мой вопрос? Кино. Один? Кто-нибудь может это подтвердить? Конечно, в кино были люди, но... Никого из моих знакомых. У вас остался билет. Семиметровый. Господин Айкард. Да. Можно вас? Да. Мозер, криминальная полиция. Здравствуйте. Речь идет о Стефане Дорнере. Вы уже наверняка знаете. Да, конечно. Позавчера Дорнер был на тренировке по гонголу. Вы заметили что-нибудь необычное? Да нет, ничего. Но в тот день Стефан поссорился со своим одноклассником, Томасом Фридманом. Ах, вы имеете в виду это? Да, верно. Они в душу подрались. Но когда я это увидел, тут же разнял их. Он нечестно играет. Из-за чего была драка? Дорнер был очень тщеславен. Фридман отобрал у него мяч во время игры. Из-за этого они исцепились. И на этом конфликт был исчерпан? Да, во всяком случае, мне так показалось. Если вы что-нибудь вспомните, позвоните мне. Хорошо. Рекс? Рекс? О чем они тебя спрашивали? Они интересовались ссорой. С какой ссорой? Вчерашний. Мы поссорились с Дорнером. Он меня спровоцировал. Говорил о тебе гадости. Только этого не хватало. Если полицейские найдут у Дорнера фотографии, нас заподозрят. Нужно быть очень осторожными. Нам больше нельзя встречаться. Это самое ужасное для меня. Что? То, что мы не сможем больше видеться. Я этого не вынесу. А где ты был вчера вечером? В кино. Мне-то ты можешь сказать правду? Ты думаешь, это я? Ты же с ума сошла. Я так не думаю. Но ведь кому-нибудь это может прийти в голову. Ну, а ты? Что ты делала вчера вечером? Я тебе несколько раз звонил после того, как пришел из кино. Ну, а ты не подходила к телефону? Я проверяла тетради, а потом рано легла спать. Ну вот, мы уже начинаем не доверять друг другу. Привет, Клаудиа. Привет. Какая жуткая история произошла вчера. Надеюсь, никто из школы не замешан в этом. Я тоже надеюсь. Полиция только нагнетает беспокойство. Они делают свое дело. Но хотелось бы, чтобы это закончилось поскорее. Могу я пригласить тебя на чашечку кофе? Как-нибудь в другой раз. Мы знаем, что Томас Фридман в течение долгого времени не ладил с Дорнером. Но подробностей на этот счет мне в школе узнать не удалось. Кассирша в кинотеатре так и не смогла вспомнить Фридмана. Что абсолютно ничего не доказывает. Кроме того, наличие билета еще не говорит о том, что кто-то был в кино. Но между Фридманом и Дорнером все-таки было что-то не так. Это автоответчик Клауди и Мартин. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Привет, Клауди. Это Том. Если ты дома, возьми, пожалуйста, трубку. Мне нужно с тобой поговорить. Здравствуйте, госпожа Дорнер. Мне очень жаль. Я знаю, не самый подходящий момент, но Стефан брал у меня книгу, которая мне сейчас очень нужна для экзаменов. Я до сих пор не могу поверить. Все это кажется мне страшным сном. Сегодня утром я сидела на кухне и подумала, вот сейчас Стефан придет завтракать. Кто мог это сделать? Кто? Понятия не имею. Полицейские были здесь и спрашивали, знаю ли я что-нибудь о твоей ссоре со Стефаном. Но мы никогда по-настоящему не ссорились. Как я тебе уже говорил, Рихардон умер от ранений в легкое. Убийца подошел к нему сзади, обхватил его шею левой рукой и... Потом два раза ударил ножом. Кроме того, есть ссадины и небольшие кровопотеки, как после драки. Незадолго до смерти он подрался со своим одноклассником. Скажи, а он не принимал наркотики? Согласно, результатам обследования нет. Они были в его комнате? Да. Полицейский тут все осмотрел. Я не могу найти книгу. Они что-нибудь забрали из его вещей? Нет. А какую книгу ты ищешь? Роман. Я должен... Прочитать его к экзамену. У Стефана всегда получались прекрасные фотографии. Два года назад я подарила ему на Рождество фотоаппарат. С тех пор он щелкал по пленке в неделю. Я бы хотел взять какую-нибудь фотографию, где мы вместе. У него все было там. Хочешь их все посмотреть? Пожалуйста, вы не могли бы мне сделать кофе? Да, окей. Ты нашел фотографию? Да. Можно я возьму эту? А как быть книгой? И вы абсолютно уверены, что вы узнали молодого человека на фотографии в газете? Он поссорился с женщиной. А как она выглядела? Было слишком темно. А машина... Маленькая. Какая марка? Какого цвета? Вы не знаете. Ладно, я буду отгадывать. Вы просто гуляли со своей собакой Гасси. Вот видите, угадал. Поэтому я и работаю в полиции. В любом случае, нужно занести ваши показания в протокол. Назовите свою фамилию, адрес. Извините, одну секунду. Не вешайте трубку, я сейчас. Да. Комиссия по расследованию убийств группы Мозера. Здравствуйте, госпожа Дорнер. Итак, вы думаете, что Фридман искал что-то определенное? Подождите минутку, я разговариваю по другому телефону. Да, я слушаю. Минутку. Да, алло. Алло. Что ты хочешь? Я был у Стефана в квартире. Но фотографии я не нашел. Ты с ума сошел? А если мать Стефана что-нибудь заподозрит? Я сделал это ради нас. Я думал, если полиция не найдет фотографии, то о нас никто не узнает. Может, они уже все знают. Что мы скажем, если они предъявят нам фотографии? Не волнуйся, что-нибудь придумаем. Во что мы ввязались? Нам нужно держаться вместе. Я не должна была этого делать. Понимаешь? Никогда. Перестань, не надо. Прекрати. Привет, коллега. Что вы делали в фотолаборатории? Да. Надеюсь, я не совершила ошибку, сразу же позвонив вам. Может, я ошибаюсь насчет него? Нет, нет, вы правильно сделали, госпожа Дома. Может, мы еще раз осмотрим комнату вашего сына? Пожалуйста. Это там. Томми спит с госпожей Мартин, и поэтому у него пятерка. Интересно, какая она в постели, наша госпожа Мартин? Ей это действительно так необходимо? Прекратите, оба! Сейчас же. Сядьте на свои места. Раздайте, пожалуйста, тетради. Тема сочинения. Прекратите. Почему Гёте написал «Страдание молодого вертора» в форме монолога? Я бы хотела написать сочинение на другую тему, госпожа учитель. Госпожа Дорнер считает, что Том действительно искал фотографии. Фотографий много, но какая из них имеет отношение к делу? Кто знает, он мог уже забрать ее. А может быть, Дорнер так хорошо ее спрятал, что Том не смог ее найти. Если Фридман искал именно фотографии, а не что-то еще. Там ее не может быть. Веселенькое дело. И здесь ничего. И здесь тоже ничего. Как телевизор, да? А это что такое? Бек, посмотри-ка сюда. Ты видишь это? Том Фридман и учительница. Вот в чем дело. Клавдия, мне нужно с тобой поговорить. Не здесь. Скажи, между тобой и Томом Фридманом что-то есть? Не то, что ты думаешь. Ты же знаешь, что могут быть последствия. То, что ты делаешь, просто недопустимо, Клавдия. Задумайся над этим, Клавдия. Кстати, я хотел тебе сказать, что если у тебя есть проблема, или если ты хочешь с кем-то поговорить, если тебе кто-то нужен, ты всегда можешь обратиться ко мне. Это очень мило с твоей стороны. Спасибо. Мне нужно на урок. Смотри, она торопится. Посмотрим, куда она пойдет. Смотри. И что мы теперь будем делать? Откуда я знаю? Ты должен знать. Ты же шеф. Да, да. Очень смешно, Бек. Да, Бек. Это я. Только не выключай. Векс. Векс. Так. Теперь смотри. Ты ведешь там тех двоих. Ты пойдешь туда и незаметно подкрадешься к ним. Оставайся там, пока я тебя не позову. Хорошо? Понял? Давай уедем. Тогда они нас не найдут. Но как? И кроме того, мы только навлечем на себя подозрения. Рано или поздно полицейские нас все равно спросят. Что ты им скажешь? Нам нужно признаться. Что? Они все равно разнюхают, что мигдонами что-то есть. В этом виноват только Дорнер. Они не должны узнать о шантаже. Хорошо. Мы можем сказать, что той ночью, когда убили Дорнера, мы были вместе. Это невыносимо. Мы выпытаемся. Я этого не вынесу. Да еще и Эккерт со своими ухаживаниями в школе. Что? Что он от тебя хотел? Такое впечатление, что все сошли с ума. Забудь об этом. Я не хочу больше говорить. Пройдемте со мной. Зачем? Вы арестованы. Дорнер вас шантажировал. Чего он от вас хотел? Он хотел со мной переспать. Он приставал ко мне. Есть свидетель, который видел, как Дорнера выходил из вашей машины. Вы поссорились? Да. Я встретилась с ним. И предложил ему деньги, чтобы он оставил меня в покое. Из-за этого мы и поссорились. Он просто совершенно помешался на том, чтобы переспать со мной. Вскоре после этого Дорнера убили. Что вы хотите этим сказать? То, что у вас был. Митик. Фридман, история с фотографиями глупа. Знаете, как это выглядит? Это похоже на то, что вы оба были крайне заинтересованы в том, чтобы фотографии исчезли. А драка после тренировки была из-за госпожи Мартин, не так ли? Это было несколько иначе. Мы столкнулись во время игры. Для вас было бы неплохо, если бы дело было закрыто. Через два месяца вы сдаете экзамены, и тогда начинается свободная новая жизнь, новое счастье. Мы хотим быть вместе. Мы любим друг друга. Вы думаете, я могу убить человека? А о том? Ведь он пытался найти эти фотографии. Но не хочу ли вы видеть, какие у вас отношения? К сожалению, сегодня не совсем обычно, что женщина любит мужчину, который намного моложе ее. Госпожа Мартин и Дорнер встречались вечером перед убийством. Он ее разозлил, и тогда она... Нет. Господин Фридман, у нас есть свидетель, который видел их в ту ночь, когда было совершено убийство. Мне же сказал вам, как все было. Том Фридман признался в убийстве Дорнера. Это неправда. Нам нужно записать в протокол ваши показания, и вы можете идти. Спасибо. Прочитайте и подпишите. Продолжение следует... Итак, вы пошли за Дорнером. Что произошло потом? Потом я ударил его ножом. А как? Вот так взяли ее и ударили? Как вы это сделали? Расскажите нам. Мой коллега будет Стефаном Дорнером. Давайте, вставайте, вставайте. Вы подошли к нему сзади, и что потом? Что было дальше? Давайте, покажите мне. Я хочу это увидеть. Вы сделали это так? Это не он. Том, я люблю тебя. Но у меня нет другого выхода. Прости меня. Прощай, Клауди. Оставайся здесь. Мне нужно уйти. Рекс, ищи. Ищи. Давай. Пошли, Рекс. Ничего. Иди сюда. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы хотите, чтобы он потом всю жизнь упрекал себя в том, что именно он виноват в вашей смерти? Не подходите! И не обманывайте меня! Он пожертвовал собой ради вас. Вы не можете бросить его в беде. Если вы сейчас прыгнете, тогда... Это я во всем виновата. Мне не надо было связываться с Томом. И поэтому вы сейчас хотите сдаться? Я больше не могу. Все это время я чувствовала себя ужасно. Издевательство учеников. Эйкер, который запугивает меня последствиями. А теперь признание Томаса. Держитесь. Нет. Нет. Почему вы так уверены, что это сделал не Том? Этот Экерд, учитель физкультуры. Что ему было нужно от вас? Думаю, он хотел воспользоваться ситуацией. Тут что-то не то. Возможно, одним пальцем он надавливал слабее, чем другим. Да. Потому что в школе есть кто-то, у кого только полпальца. Это может быть причиной такого отпечатка? Да. Это, пожалуй, самое лучшее объяснение. Ну? Они тебя уже отпустили? Здравствуйте, господин учитель. Привет, Том. Я хотел сказать, что меня отпустили. Вот это сюрприз. Я думал... Что они арестуют меня? В таком случае я очень рад, что все это оказалось недоразумением. Это и в самом деле было недоразумением, господин учитель. Вы допустили ошибку. Вы убили не того. Я друг Клаудии. Что ты такое говоришь? О чем? Вы думали, что Клаудия встречается с Дорнером? Но вы ошиблись. Тебе лучше уйти. И мы все забудем, хорошо? Вы видели, как Клаудия встречалась с Дорнером? И тогда вы из ревности убили его. Ну, хорошо, Том. Ты слишком зол. Неудивительно. Это было слишком трудно для тебя. Тебе надо хорошенько отдохнуть. Я бы на вашем месте не делал этого. Клаудия встречалась с Дорнером. Тома. 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 Повернитесь. Встаньте. Давайте. Спасибо. Все хорошо. А что вы будете делать дальше? Надеюсь, что не будет неприятных последствий по работе. Переведусь в другую школу. Да, так, наверное, будет лучше. А ты? Сдам экзамен, а потом мы будем жить вместе. Это правильно. Ну, счастливо вам. Сдам экзамен. 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 Сдам экзамен.